Готовитесь к экзамену по английскому языку? Планируете выезд за границу? Или просто хотите смотреть свои любимые зарубежные сериалы в оригинале? Тогда сайт Puzzle English к вашим услугам! Здесь вы можете улучшить своё произношение, навыки грамматики, говорения и письма, независимо от исходного уровня знаний. Каждый сможет найти занятия по душе. Игры на понимание англоязычной речи на слух, увлекательные викторины, видеоуроки по каждой теме, словарь, экзамены и многое другое. Весь мир говорит на английском, а ты уже начал? Тогда вперёд к мечте вместе с Puzzle English! Итак, ещё немного и наступит 2020 год. Что он нам принесёт? Кого ждёт удача, а кого бессмысленные хлопоты? Что уготовила судьба для каждого из знаков зодиака? Об этом и многом другом мы как раз и поговорим сегодня. И поделиться своим мнением на этот счёт мы попросили экспертов ОША, широко известной не только в России, но и за рубежом авистийской школы астрологии, основателем и бессменным главой которого является Павел Глоба. Кого ждёт удача в любви в 2020 году? Любовь, кто бы спорил, важнейшее, даже основополагающее для человека чувство, ведь без неё пропадает смысл в жизни как таковой. И исчезают стимулы встречать новый день и причины для испытания в нём радости. Кто-то сейчас заметит, что согласно ну очень старому бородатому анекдоту, она бывает разной, в том числе и к родине, и со слайдами. Однако сегодня нас интересуют исключительно романтические чувства. При этом однозначно можно сказать, что если вы искали в крысе романтика, делали вы это совершенно напрасно. Более приземлённого, прагматичного и рационального знака восточной традиции, ещё поискать надо. Тем не менее, семья для неё это всё. Криса влюбчива и всегда с далеко идущими намерениями. Однако и разочаровывается она, и переключается на другой объект интереса с не меньшим энтузиазмом. Поэтому её шатания продолжаются до тех пор, пока она не обретёт стабильность домашнего очага. Зато если уж обрестёт, вцепится она в него поистине бульдожьей хваткой, и уже не выпустит своё любовное счастье из острых зубок и ноготков ни за что. Учтите это все любители необременительных и ветреных отношений. Практически всем знаком зодиака в наступающем году крыса предоставляет шанс встретить свои части. Однако больше всего шансов сойти со своей половинкой у овнов, тельцов, раков, дев, весов, стрельцов и водолеев. А сменить свой статус на помолвлен, а то и в браке, смогут некоторые представители таких знаков, как рак и скорпион. Наименьшее везение в любовной сфере испытают на себе рыбы, козероги и львы. Для близнецов же в романтическом плане этот год будет очень неоднозначным. Своеобразные качели, катание на которых увенчается любовью лишь в том случае, если они будут достаточно наблюдательными и чувствительными, чтобы распознать свой шанс ближайшим окружением. Скорее для них это будет год перемен и освобождения от прошлых взаимоотношений, чем от поиска будущих. Везение в делах и карьере в 2020 году. Крайне неудачным будет в деловом плане для овнов 2020 год, но лишь если они сами будут выступать инициаторами чего-либо. В роли партнеров, исполнителей для них сложится всё очень даже успешно. Тельцов ждут заслуженные награды, однако если они позабудут о том, что двигаться вперёд надо беспрерывно, очень скоро им придётся пожалеть о собственной расслабленности. Год выжидания, накопление сил и идей на будущее наступает для близнецов. Им рекомендуют больше слушать, чем говорить и максимум времени уделять творчеству. Для раков же наступит время вынужденных компромиссов, постоянной боязни и раскрытия своих тайн, а также незаслуженных обид на руководство. Львам, как говорится, не везёт в любви, повезёт в работе. Год будет весьма успешным на деловом поприще, однако если вы не попридержите коней и не станете наращивать темп постепенно, произойдёт откат на многие годы назад. У дев же год ожидается спокойный, тихий, появится время для отдыха и анализа. Ведь сам звёзды сулят год перемен, новых впечатлений и ощущений. Скорее всего, смените работу, а то и сферу деятельности. Реанимируйте прошлые полезные контакты и получите помощь с совершенно неожиданной стороны. Для скорпионов же начинается год учёбы и самосовершенствования, а вот работать стоит поменьше, ведь ваши усилия всё равно по достоинству никто не оценит. Что же касается стрельцов, их ждёт год погружения в себя, планирования и самоанализы. И не пытайтесь вспоминать о старых идеях, ничем хорошим это не обернётся. Козерогов ждёт успех в делах, но только если они будут достаточно настойчивыми и уверенными в себе. А вот водолеям, чтобы хоть что-то получить за свои труды, придётся немало постараться, их ждут конфликты на рабочем месте торможения или даже спуск по карьерной лестнице. Но полоса неудач продлится недолго, в конце года судьба повернётся к вам лицом, и вы удивитесь, насколько она вас любит. Рыбам же в следующем году противопоказаны финансовые сделки, кредитование, а также любые серьёзные решения. Возьмите паузу и несколько раз подумайте, прежде чем во что-то ввязываться. В целом же астрологи настаивают, что 2020 будет весьма сложным годом для всех знаков зодиака. Возвращайте до 30% от покупок с кэшбэк-сервисом Letyshops. Сервис получает вознаграждение за покупки от магазинов и делится им с вами. Это и есть кэшбэк. Совершайте покупки, как обычно, и получайте часть денег обратно. Выводите средства любым удобным способом и тратьте на своё усмотрение. Регистрируйтесь на сайте letyshops.com и получите премиум-аккаунт в подарок. Кого ждёт удача в межличностных отношениях? Овнам ни в коем случае нельзя настаивать на своём мнении. Попробуйте себя не в роли лидера, а ведомого. Как бы для вас необычно и неприятно это не было. Помимо нового опыта, получите массу преференций, о которых и не мечтали. Настоятельно рекомендуют тельцам самым тщательным образом присмотреться к тем, кто напрашивается к ним в друзья или партнёры. Для вас шанс обмана в этом случае на данный момент максимален. Близнецам советуют позабыть о своём красноречии. Иначе вы сможете обрести больше врагов, чем сторонников. К тому же слушать и слышать вас будут куда меньше, чем обычно. Ракам же рекомендуют объявить год честности перед собой и окружающими. Воскрыть все нарывы секретов и жить дальше с чистой совестью. У львов в отношениях с другими людьми всё будет как обычно. Разве что вам советуют дважды думать, прежде чем что-либо говорить или делать. В противном случае можно растерять даже самых самоотверженных соратников. Девам же звёзды настоятельно советуют держать свою вспыльчивость и критицизм в узде. Иначе всё сказанное может обернуться против вас. Помните, что если не будете учитывать особенности аудитории, вас не только могут не услышать, но и неправильно понять. У весов же наступает время ностальгии и воспоминаний, захочется реанимировать старые контакты, а новые увлечения принесут с собой смену круга общения. Скорпиону, чтобы выжить в 2020 году, придётся позвать на помощь всё своё умение льстить людям. Вы должны быть подчёркнуто добры и бескорыстны, и только так вы сможете убедить окружающих в том, что правы. Для стрельцов же наступает время эгоизма и отдыха от людей. Несмотря на то, что окружение и обстоятельства будут требовать от вас пойти на отчаянный риск, делать этого нельзя ни в коем случае. Козерогов ждёт конфликтный и непростой год, и если они не будут идти на уступки, растеряют всех друзей и партнёров. Водолеям же звёзды обещают год удивлений, те, кто относились к вам хорошо, вдруг станут недругами, а старые недоброжелатели наоборот запишутся в добрые друзья. Рыбам же астрологи советуют почаще извиняться и не конфликтовать, быть максимально терпеливыми и побольше времени проводить со своими близкими. Вот такой вот год ждёт всех знаков зодиака. Для кого-то он будет более удачным, для кого-то менее. Однако, стоит помнить, что это всего лишь жизнь во всём её многообразии, что без падений не бывает и взлётов, а без потерь мы не в состоянии оценить приобретение. Я же вам желаю получать весь тот максимум везения, который для вас уготовила судьба, и помнить, что она как бы там ни была в ваших руках. Ну и на этом всё, дорогие друзья. Надеюсь, что вам понравилось данное видео. И если это действительно так, то не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Также на моём канале вы можете найти много интересных видео про новый 2020 год и гороскопы для всех знаков зодиака. Загляни в описание, там ты увидишь много ссылочек, которые помогут тебе сориентироваться на моём канале. А с вами был Мистер Лис, всем удачи, всем пока.